По аналогии компании Prosper. Соответственно, они говорили о том, что на новом клиенте это есть маркетинговый кост, это кост контакт-центра, это кост перевод денег, это кост отработки этого клиента сетью, то есть зарплата сотрудникам и так далее. На сегодняшний момент у нас, ну это показывают финансовые показатели, то есть у нас затраты на привлечение, они не покрываются той просрочкой, которая идет по новым клиентам. А по лояльным клиентам лоссы, безусловно, гораздо ниже. Именно поэтому, то есть лояльный уже выборочный клиент. По лояльным, я сразу говорю, что новых клиентов мы там кредитуем только по нашей скоринговой модели, только по А, Б, Ц. Мы не кредитуем группу Д. По лояльным клиентам мы кредитуем группу Д, но в определенных объемах, с определенными предложениями, с определенными ограничениями по бюджетным правилам. Есть понятие, так вот, последний срок жизни клиента, условно, ну пусть даже лояльный, до того, как... Знаете, да, я вот буквально там две недели назад, я как раз отчитывалась перед нашими акционерами открытием по поводу срока жизни лояльного клиента. Они были очень удивлены. То есть, если говорить о портфеле сейчас текущем, то средний срок у нас три займа. Ну вот, если говорить о среднем портфеле. Но у нас есть уникальный случай, у нас несколько клиентов имеет 17 займов. То есть, вот, тут есть и такие кейсы. Средний три? Средний три, да. А средний показатель просрочек вы можете разложить? Почему? Ну, как бы, по компании в целом или по лояльным клиентам? В целом по компании. Ну, в целом по компании мы в прибыли. У вас есть пролонгация займов? Пролонгация займов. То есть, на сколько у вас зарплаты? Две недели, месяц? Сколько у вас займов в среднем? Смотрите, у нас доля ПДФ очень низкая. У нас нет пролонгации. Мы это специально не вводим. И, честно, в ближайшее время вообще от этого собираемся отказываться. А у вас тут какой-то данный у вас? Да. На какой срок? Нет, нет. Сейчас только по лояльным формируется предложение на 44 недели. Стандартное предложение 36 недель. Специально проводили несколько тестов, показывает, тесты по лояльным клиентам, показывает, что увеличение срока, к сожалению, влияет на увеличение лоссов. То есть, от ПДЛ в этажей, правильно? Да. Вы планируете опускаться ниже 90%? Смотрите, у нас сейчас есть несколько, я упомянула, что мы очень активно сейчас рассматриваем банковский сегмент, так называемый отказники банков. Мы сейчас работаем, наверное, с семью, такими крупнейшими розничными банками, ну там уровня Тинькова или Восточного экспресса, условно, да. У нас есть сейчас понимание того, что предварительные кейсы, которые запустились с этими банками, показывают, что они дают конверсионность от заявки, отправленной на первичную проверку. То есть, полностью заполненные заявки для скоринга в выданные займы порядка 10%. Это очень высокие показатели для новых клиентов. Именно поэтому мы сейчас понимаем, и опять же, мы понимаем, что от банка к банку разная целевая аудитория, да, разные конверсионные показатели. И в этой ситуации мы рассматриваем сейчас двумя банками продукты именно под их сегмент, ну под их базу отказников. Но это не будет массовый продукт, то есть он не будет доступен там для всех-всех-всех. Это будут продукты, которые будут сформированы специально под канал привлечения клиентов. Вот так. Коллеги, я предлагаю, если есть еще вопросы, вы просто сможете пообщаться с нашим спекером еще аккумулярно. У нас следующий доклад. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.